Стефан, скажи, пожалуйста, ты боишься собак? Собак не боюсь, собак люблю, но вот некоторых все-таки опасаться надо. Некоторых животных, я говорю, в общем, а конкретнее. Мы сейчас поговорим о случае, который произошел не так давно в Симферопольском районе. Произошло нападение волков. Об этом нам подробнее расскажет наш гость Анастасия Лисовская-Чудинович, первый заместитель председателя Госкомветеринарии Республики Крым. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Ну что, как ваше утро? Традиционно спрашиваем, чтобы узнать, как у вас настроение. Отлично. Вы меня пригласили в гости. А вот теперь, пока настроение мы подняли, я вижу, вы улыбаетесь. Давайте все-таки перейдем к теме вот такой серьезной. Что это был за случай? Расскажите нашим зрителям, когда это произошло, ну и какие последствия? К сожалению, случай неординарный, потому что вот аналогичных случаев на территории Республики не было уже достаточно долгое время, и если волки нападали, то в основном эти случаи нападения были связаны с нападением на домашний скот, в основном овец. А вот тут вот именно и гористая местность, это перевальный Симферопольский район, и случай нападения на людей пострадало три человека, которые были госпитализированы, им оказана вся необходимая медицинская помощь, ну и, слава богу, то животное, которое напало, это был один волк, оно уже было убито охотниками, вот его происследовали и выявили, что животное больно бешенством. Ну я вот сразу хочу для того, чтобы успокоить наших телезрителей, сказать, все-таки уточнить, акцентировать внимание на том, что это изрядовым выбивающийся случай, то есть это не есть норма, и для Крыма это в принципе не характерно. Да, я сказала о том, что раньше случаи нападения волков, они в основном регистрировались в отношении домашних животных, в отношении людей, допустим, на моей памяти, это первый случай, то есть в моей практике. Итак, люди заразились бешенством? Им оказано своевременное антирабическое лечение, при своевременном обращении и получении этого лечения исключено заболевание человека бешенством, несмотря на то, что животное было больно. Вот был введен карантин, да, насколько я слышала? Да, указом главы на каждый случай бешенства вводится карантин, накладываются на территорию карантинные ограничения. Ну, здесь в основном охоту годия, населенные пункты, там проводится профилактическая иммунизация против бешенства всех восприимчивых животных для того, чтобы создать барьер и не допустить распространения вируса от дикой фауны, допустим, сюда к домашним животным. Итак, вы только что говорили о том, что люди не заразились, потому как своевременно им была оказана помощь. И вот как правильно, какие действия должен предпринять человек, и вот в какие временные рамки ему нужно оказать помощь? В любом случае, какое бы животное ни нанесло покусы, домашняя кошка, собака, тоже которую вы хорошо знаете, неважно, какое животное, в любом случае надо обращаться в специализированное медицинское учреждение по тому месту, где находится человек. Если говорить о городе Симферополе, это шестая городская больница, отделение травматологии, для того, чтобы врач-рабиолог оценил все риски и, соответственно, назначил антиарабическое лечение, если оно необходимо. Ну а для того, чтобы предотвратить, допустим, прохождение столь неприятной процедуры, как вот это лечение антиарабическое, необходимо вакцинировать своих домашних животных. То есть заблаговременно, да? Конечно, ежегодно, ежегодно, животное, вне зависимости от того, я не устаю об этом говорить и пользуюсь любой предоставленной возможностью, о том, что некоторые люди вот так чисто пообывательски думают о том, что если они животное свое не выпускают на улицу, в основном это касается кошек, то априори заражение данного животного бешенством исключено. Нет, это не так. Мы можем принести вирус домой с ногами, животное подойдет, обнюхает нашу обувь и таким образом может заразиться. Поэтому в любом случае все животные, я имею в виду кошки и собаки, должны прививаться ежегодно, начиная с двухмесячного возраста от бешенства. Скажите, вот говоря о бешенстве, в первую очередь в голове всплывают собаки, потому что вот чаще всего речь заходит здесь именно о собаках. С волками ситуация похожа или в чем различие? Ну, в отношении, допустим, дикой фауны и домашних животных, да, здесь хочется отметить, что вот последний рост именно заболеваемости среди животных на территории нашей республики, он регистрируется в отношении диких именно животных. То есть сейчас вирус активно распространяется в дикой фауне, передается и, соответственно, высока вероятность перехода его, так называемое, урбаническое бешенство или городское бешенство домашним животным. Если вот привести статистику, то в прошлом году из 24 отстрелянных особей волков 4 были заражены бешенством. В этом году 16,4, то есть даже в прогрессии количества процента зараженных животных, он, к сожалению, растет, и это вызывает нашу обеспокоенность, и данная ситуация имеет место, несмотря на те меры, которые мы принимаем. А здесь речь идет о переральной иммунизации. Если мы в отношении домашних животных можем поставить в простонародье укол и привить животное от бешенства, иммунизировать его, то в отношении диких животных сложно будет ловить их, отлавливать и вакцинировать. Для этого есть соответствующая вакцина, которая раскладывается в виде приманок. Это такая прикормка для животных. Животное идет на запах этой прикормки, прокусывает его. Внутри находится капсула с вакциной и таким образом иммунизируется от вируса бешенства. Но вот, видимо, сейчас вот... Дело в том, что сама территория Республики Крым это стационарно-неблагополучная зона по бешенству, потому что у нас присутствует природный резервуар бешенства. Это красная лисица. Оно здесь всегда было и, скорее всего, будет. И вот этот контакт внутри зикой фауны, он и создает те предпосылки, которые сегодня мы имеем. А как-то можно с этим побороться? Как еще можно крымчан уберечь? Какие меры помимо вакцинации возможно? Может быть, в лес не ходить, в городе не ходить. Что посоветовать? Здесь, в первую очередь, это личная осторожность. Личная осторожность и своевременное обращение в медицинское учреждение в случае, если какое-либо животное нанесло покус. Не только покус, но и ослюнение. Потому что вирус бешенства передается через слюну. И самая высокая концентрация вируса именно в слюне у животных. Поэтому даже достаточно ослюнение для того, чтобы, к сожалению, получить... А бешенство – это смертельное заболевание. От него, если вовремя не принять меры, к сожалению, оно неизлечимо. Скажите, оно одинаково опасно и для взрослых, и для детей? Или дети все-таки в особой группе риска? Нет, абсолютно нет никакой разницы. Ребенок или взрослый человек, он смертельно опасен для всех. Хорошо. Спасибо, я думаю, за интересный рассказ, потому что тема актуальная. Главное, чтобы успокоились наши крымчане. И обратились за случай, не дай бог, если это произойдет. В свое время обратились в лечебные учреждения, но и прививали своих домашних питомцев. Это не обсуждается. Ну а нашим телезрителям хочу напомнить, что в гостях у нас была Анастасия Лисовская-Чудинович, первый заместитель председателя Госкомветеринарии Республики Крым.